так всеми не слышно то мне ответила только любовь я уже начинаю так лоб замечательно еще раз друзья добрый вечер я рада приветствовать вас на нашем сегодняшнем вебинаре сегодня у нас очень интересная тема кстати вы забыла представиться меня зовут с рабеного ирина я являюсь менеджером проекта бизнес-модель 21 века живу я в городе краснодар вот здесь на первом слайде представлены мои данные если кому-то нужно необходимо обязательно запишите себе пишите мне по всем вопросам я вам все отвечу сегодня мы будем с вами обсуждать такую так видео зависает и звук звенитом так только у сергея такая проблема или у всех все замечательно могу продолжать отлично сегодня у нас такая очень интересная тема это рекрутинг на холодном рынке контакте существует очень много точнее много способов рекрутинга это холодный рынок и теплый рынок я для себя хотя я недавно в проекте но я выбрала для себя все таки путь холод с теплым рынком у меня пока отношения на вы вот и бывает знаете такого со знакомыми вроде ты пишешь только пришел в проект они сразу тебе доверяют да говорят вот ты только вот в это путался обязался сам еще ничего бился вот а уже нас туда тянешь в общем мне знаете я такой человек я хоть и не не сдаюсь но все равно вот мне как-то вот если есть возможность на холодном я решила себя попробовать именно на холодном рынке если кто-то как-то может по-другому это вот вообще я буду только рада я буду этому обучаться вот сегодня наша тема рекрутинг на холодном рынке и так с чего же мы начинаем с чего же я начинаю как я это делаю для начала я создаю себе 10 страничек но в начале я все-таки создала себе 5 сейчас у меня уже их 10 вот как я их создавала в начале я брала номера ну свой номер естественно номера своих родственников которые не пользуются сетью вконтакте вот мы потом поняла что мне это не очень удобно потому что если страницу друг заблокируют или что-то вот пойдет не тогда так как там объявление буду рассылать и всякое бывает могут забанить вот например нужно отправить код номер то мне придется связываться например так как я живу отдельно от родителей до в другом городе в другом городе то мне соответственно понимаю вас сергей вот соответственно все время обращаться к родственникам чтобы они прислали мне код сообщений чтобы там друг меня забанили мне так стало неудобно я нашла выход из ситуации а есть такой замечательный сайт называется онлайн 7 вот я вам представила на него ссылочку вы просто паска любом поисковике вбивай онлайн 7 туда заходите там регистрируйтесь там есть номера то есть там если там есть номера на любую сеть будь то вконтакте одноклассники instagram любые номер там сама большая цена номера стоит 15 рублей 15 рублей это вконтакте то есть вы на этот сайт заходите вы регистрируетесь есть кстати специальное видео я потом могу выложить в чате как можно зарегистрироваться в онлайн 7 то есть там молодой человек он на своем экране он все демонстрирует как он это делает это очень удобно очень круто да обязательно выложу вот он прям все четко показывает там очень все легко понять в общем что я делаю я эти номера онлайн 7 скачиваю получается их загружаю себе и и сразу делать себе страничку то есть когда я этот номер заказала себе купила за 15 рублей есть 20 минут чтобы я сделала себе страничку зашла туда и написала номер и мне этот код отправился вот именно в этот онлайн 7 потом этот код я вбиваю вконтакте и у меня уже есть готовая страничка 20 минут более чем достаточно чтобы пришел этот код вот но этот человек в этой ссылке которую я отправлю он все подробно расскажет поэтому я думаю с этим вопросов и проблем не возникнет далее я создаю например я решила создать пять страниц когда я их создала я сразу привязываю к электронной почте этот момент очень обязательный потому что если вдруг вашу страницу забанят ну представьте да вы там уже добавились в 100 групп у вас уже раскрученная страница у вас уже очень много друзей да вам не нужно ее раскручивать у вас ее забанили на несколько дней просят вот код если вы эту страницу не привяжите к своему номеру телефона то тогда вы можете просто напросто потерять либо если вы сделали это через номер онлайн sim то вам придется доплатить 30 рублей на этом сайте чтобы продлить номер и тогда вы сможете опять отправить повторно код чтобы не пришлось доплачивать я считаю что лучше привязать именно к почте чтобы вам этот код пришел именно на почту вот после того как я привязала страницы у меня все готовы страницы что я делаю дальше сейчас человечество не стоит на месте прогресс то есть мне будет неудобно например если мне 5 10 или 15 страниц вконтакте каждый раз сбивать свой номер пароль и вводить и входить на сайт правильно проверять какие сообщения мне пришли кто мне ответил и так далее раскручивая свои страницы есть такое замечательное приложение вк плюс свитчер вот есть тоже видео на youtube на ютюбе я тоже выложу эту ссылку на это видео в общий чат как можно скачать это приложение как его установить в чем суть вы когда скачиваете устанавливаете это приложение можете все свои страницы сюда добавить и потом просто их перелистывать то есть они у вас все будут вашей ваших окнах вы будете видеть его просто вам не нужно вбивать заново номер телефона вбивать пароль и заходите опять страницы у вас они уже все вот в готовом виде есть вы просто вот сюда вот нажимаете окошечко и вот вас уже высвечиваются ваши вкладки ваши странички очень удобно приложение ссылку я обязательно скину в общий в общий чат что я делаю далее мне нужно подготовить страницы правильно день а мы создаем страницу ставим аватарку и информацию о себе то есть город образование день рождения еще плюс две свои фотографии я их ставлю друг за другом то есть не в группе а друг за другом чтобы вот лентой шло вот и еще ставлю картинку мотивации но я захожу в любую группу я не добавляюсь в нее потому что мне лишние группы не нужны я захожу любую группу по бизнесу правом по мотивации чтобы и несколько делаю несколько репостов все так пробежалась по пяти страничкам ничего сложного абсолютно второй день вы уже выкладываете опять две фотографии в свою ленту чтобы ваша страничка была более живой вот далее опять можете выложить картинку мотивации тоже нужно сделать непрошу Зайти в группу, вбить в поисковике, зайти в группу и сделать репост. И добавляемся, друзья, очень важный момент, добавляемся в группы. Группа называется «Добавь друзья». Вы в поисковике вбиваете список групп, вы вбиваете «Добавь друзья», и вам сразу выпадает несколько списков групп. Вот, «Добавь друзья». Вы не во все группы добавляетесь, вы добавляетесь примерно в 4-6 групп. Некоторые говорят, что лучше добавляться в 13-15. Но я вот пока для себя решила, что мне достаточно 5-6 групп. Добавь, друзья, вы добавляетесь только в те группы, у которых можно добавить запись. То есть вы к ним заходите, и нужно, чтобы у них можно было добавить запись. Не знаю, вам вот здесь видно. Вот, добавить запись. Там может быть еще предложить новость, или вообще ничего нельзя будет сделать. Вот в эти группы, друзья, мы не добавляемся. Мы добавляемся там, чтобы можно было добавить запись, чтобы вы могли добавить, например, картинки, как я делаю. Чтобы, например, много не писать, я скачиваю картинку, любую с интернета пишу, добавь, друзья. Скачала себе, вообще, знаете, сделайте себе папку, и назовите папки фотографии для работы. И вот эти фотографии вы будете выкладывать в соцсети, на аватарку, например, или две следующие. Вот такие вот фотографии, вот, например, добавь, друзья, чтобы у вас все было в одной папке, чтобы вы не бегали стороны в сторону, не знали, что, где каждый раз взять, и вот у вас все в одной папке, у вас все готово. Вот. Я отправляю эти объявления, добавьтесь в друзья, добавьте в друзья, вот, и вам сразу люди начинают добавляться в друзья. Вы без разбора, добавляйте всех. Так, абсолютно, я всех добавляю, никем не брезгую, потому что мне нужно этого, первое, для количества, для раскрутки моего бренда, моей страницы. Вот, вы также можете сами добавляться к этим людям, ну, вот, сами, например, не только отсылать объявления, но и сами добавляться. Но так как ВКонтакте лимит, там больше 50 человек нельзя добавляться, поэтому я, ну, добавилась так к 20, остальные пусть сами ко мне добавляются. Вот, я их всех добавляю. Так, что же далее? Далее, смотрите, у нас идет третьи и четвертые дни. Вы должны сделать две свои фотографии, ну, то есть выложить две опять фотографии на стену, чтобы у вас была живая страничка. Пост или картина с мотивацией, тоже обязательно, то есть в поисковике тоже вбивать, что вам понравилось, например, там, добейся своих желаний, например. Вот, мне, например, всегда нравилось добавлять именно на свою страничку, когда я еще не занималась в этой компании, что-нибудь про мотивацию. Вот, тоже добавляйте. Также не забываем про пост на группу «Добавь друзья». То есть мы опять заходим в эти группы «Добавь друзья» и опять делаем посты, опять скидываем эти картинки, чтобы друзья к нам добавлялись. Вот, что мы делаем на пятый день? Пятый день мы делаем то же самое, что и на третий, на четвертый день. То есть выкладываем фотографии, можно одну, можно две, тоже делаем пост с мотивацией, опять делаем пост в группе «Добавь друзья», всех добавляем. И еще, друзья, что прибавляется в пятом дне? Вы добавляетесь в группы по работе, 100 групп, вы должны добавиться в 100 групп. Смотрите, есть много способов, куда можно добавиться. Например, некоторые добавляются, вот, ну, пишут по городам, да, Москва, и добавляются в группы Москва. Вот, Москва, Саратов, Краснодар. Вот, я тоже пробовала так добавляться, не знаю, вот, как у других, но, например, у меня с городами не очень идет. Вот, я решила все-таки сделать такую систему, я добавляюсь работа в интернете. Сразу пишу «Работа в интернете» и мне огромный список групп. Ну, еще, друзья, знаете, вы не сразу подписываетесь на все группы, вот, первый 100 и сразу нужно подписаться. Нет, вы должны заходить на эти группы и смотреть, чтобы у них было открыто, то есть, можно было добавить запись. Потому что есть группы, которые закрыты, и запись добавлять нельзя. Вот, вы именно подписываетесь на те группы, где можно добавить запись, чтобы потом вы могли делать, вот, именно свои, кидать туда свои объявления. Вот, ну и группы, знаете, выбирайте такие, чтобы, ну, не очень, ну, например, вот, есть группы, вначале идут большее количество людей, которые есть в группах, а потом меньше. Вот, вы сначала добавляете те, кто больше, ну, я, например, вот, мой лимит, но я не пользуюсь группой, где там, ну, например, 2000 человек, но мне лично кажется, что это мало, да, вот, маленький процент того, что много людей вас заметят. Вот, поэтому старайтесь по максимуму добавиться в 100 групп, чтобы, вот, которые были открыты, которых было как можно больше людей по работе. Я выбиваю именно работу, знаете, работа онлайн, работа для мам. Здесь сразу все выдается, вот, и вы сразу добавляетесь. Вот, это пятый день. Смотрите, через пять дней какую страницу я имею? Моя готовая страница выглядит так. У меня есть аватарка, у меня есть основная информация. Я даже, знаете, когда уже буду в дальнейшем раскручивать свою страницу, я добавляю место работы BMD21. Вот, я, кстати, недавно начала это делать, мне эта идея очень понравилась, я на всех своих страницах поставила такую отметку. Ну, вот, мне кажется, это как-то вот, ну, влияет на мой бренд, и люди уже, ага, проект BMD21, а что это такое, интересно, вот. И вот, поэтому я так добавляю. Далее, картинки мотивации. Знаете, можете добавлять картинки мотивации, вот, у меня сейчас, например, я сейчас как стала делать? Я захожу в группы, есть даже группы ВКонтакте, я не знала их существования раньше, но есть группы ВКонтакте, вот, именно связанные с нашим проектом BMD21. Я захожу в эти группы, там очень много постов о том, как наши, наши наставники, например, или наши партнеры, или люди, работающие вот именно в нашей компании, да, с нашим проектом, вот, чего они достигли, их результаты, или тоже какие-нибудь такие ссылки на мотивацию с картинками. И я просто вот захожу на эти страницы, я их к себе не добавляю, потому что мне не нужны в количестве, мне просто так неудобно потом отсматривать свои группы, потому что есть группы, которые закрываются потом впоследствии, вот, и я из них выхожу, мне неудобно осмотреть свое количество, я хочу, чтобы в моей группе всегда было 100, именно куда я кидаю свои объявления по работе. Вот, я в эти группы не добавляюсь, просто в поиски вбиваю, захожу туда, и понравившиеся мне посты я себе на стену кидаю. Вот, далее, вот, посты о достижениях в нашем проекте, как я уже говорила, есть 100 групп по работе, в среднем 40-50 друзей, у вас уже за 5 дней появится, если вы будете, вот, добавить друзья, добавить друзья и кидать объявления. Вы можете, например, в одну группу 2 объявления таких кинуть, или 3, вот, как вам будет удобно, это уже дело каждого. Далее, у меня есть еще на моей странице мой статус краткое объявление, то есть в статусе вы тоже укажите, что вот, например, у меня набирают команды активных и целеустремленных, занятость 2-3 часа в день, зарплата официальная на расчетный счет в банке. Коротко, понятно, все просто. И обязательно на стенке полное объявление, полное объявление, плюс картинка и плюс ссылка на форму регистрации. Друзья, я вам сейчас покажу, вот, видите, вот с правой стороны, вот это уже мой пост, это моя закрепленная запись, то есть вот я здесь, этот пост я придумала сама, ни с каких шаблонов, вот, внимание, работа для всех, ищу партнеров по бизнесу. Работа перспективная в сети интернет, информационного характера для студентов и пенсионеров, мамочек в декрете, инвалидов, активных людей. 2-3 часа в день, любое удобное время. Зарплата официальная, без вложений, обучение бесплатное. Добавляйтесь, друзья, пойдем к решению вместе. Подробности в ЛС, заполняйте форму регистрации. Кстати, вот недавно стала тоже вот писать, заполняйте форму регистрации. То есть, друзья, те, кто еще не знают, что такое форма регистрации, ну, смотрите, вы форму регистрацию заполняли. Когда к вам ваши наставники ее отправляли, у вас должна быть своя личная такая форма регистрации, которую вы создали сами. То есть, вы ее не просто копируете, да, которую вам прислали, потому что, если вы ее скопируете и отправите другим людям, то тот человек, который заполнит, эти данные отправятся к вашему наставнику, а не к вам. А вам нужно, чтобы эти данные отправились к вам. Поэтому вам нужно создать Google. Как ее создать, если кто еще не знает, вы обратитесь к своим наставникам, они вам скинут видео, либо по телефону объяснят, есть даже замечательное видео, как это легко и просто сделать. Вот, в общем, у вас должна быть такая форма. И вот я выкладываю такой пост, эту форму и картинку по работе. Вот ничего такого вот прям замудренного. Работа для всех. Сразу бросается на глаза, правильно, что работа для всех интересна. Вот, далее. С левой стороны изображен пост. Вот, как раз проект BMD 21 века. То, что вот я заходила в группы, делаю посты. Вот о достижениях наших коллег, можно так сказать, по работе. Вот, тоже очень мотивирует. Вот, например, у меня сегодня девушка тоже вот вбавилась ко мне как раз на мою основную страницу. А, друзья, еще такой момент, что я вам хотела сказать. Со своей основной страницы, да, где вы добавлены во все чаты, вы не рекрутируете. То есть, да, вы не рекрутируете. Вы, у вас основная страница для того, чтобы создавать вам личный бренд, чтобы общаться именно в чате, да, чтобы вас не забанили. Потому что, представьте, если вы с основной страницы будете рекрутировать, тогда уже вот вас могут забанить, и вы оборвете все контакты. Вот, все, у вас не будет никакой связи. Ну, и даже если будет, то ее будет очень сложно опять восстановить. Это очень тяжело. Вот, поэтому со своей основной страницы я не рекрутирую. Никаких групп или не добавляюсь в такие вот, и объявления не увешиваю. Да, у меня на моей странице есть объявления по работе, но другие группы я не отсылаю эти объявления. Она у меня исключительная для бренда, для того, чтобы я общалась с ней в чате. Вот. Остальные группы, вот, у меня еще 10 групп, помимо моей основной. Вот, но сейчас я вот данную презентацию делала именно с учетом того, что у меня 5 групп моих личных. Смотрите, какие объявления я выкладываю в те группы, в те 100 групп. Например, вот, как я уже писала ранее, мое объявление, вот, ищу партнеров по бизнесу, требуется менеджер по персоналу, требуется сотрудник для расширения клиентской базы. Так, Сергей, сложно сразу, не запомню, надо пошагово, видео будет. Да, видео, конечно, будет, идет запись, надеюсь, этого вебинара. Так что, да, все будет, да. Я понимаю, много информации, вначале очень сложно все понять, но поверьте, когда вы начинаете делать, у вас все приходит вот с опытом, и у вас уже, как сказать, организм приспосабливается. Вот смотрите, я вот вам выложила некоторые примеры объявлений. Знаете, я когда только пришла в проект, я вот думала, что я сама объявление, ну, придумать как-то вот несложно, да. Вот я думала, вот бы мне шаблончиков, да, чтобы я потом сидела, раскидывала их и все. Но потом поняла то, что вот, ну да, первое время шаблоны, конечно, выручают, все нормально, но, знаете, вот у меня даже был такой случай, меня реально забанили, потому что я вот выкладывала одно и то же, например, объявление. Не со всех страниц сразу, да, например, с одной страницы выкладываю, в группу, ага, и вот, видимо, заметили, что я постоянно выкладываю, например, одно и то же, или похоже, и меня забанили. Ну, я еле разморозила свою страницу. В общем, знаете, лучше вы немножко меняете, потому что даже когда вы начинаете, вот, я не говорю, что нужно прям полностью как-то поменять, да, вначале, конечно, вот по шаблону это лучше, но потом, когда у вас придет понимание того, что вы здесь делаете в этом проекте, да, и чего здесь можно достичь, у вас уже у самих будет такое вот мировоззрение, что вот, вот, что бы я хотел бы написать в этом объявлении, чтобы вот людям понравилось, что вот, что мне нужно написать, чтобы им понравилось, или вот что я чувствую, да, что мне понравилось. Вот вы сами определитесь, что вам понравилось в этом проекте, да, почему вы захотели здесь поучаствовать, и потом можете уже в своем объявлении это писать. Итак, друзья, работаем каждый день, да, Да, это действительно, потому что, вот представьте, вы утром, например, отправили объявление, да, с пяти страниц, это 500 объявлений, да, вот в 100 групп, если по 5 страниц, 500 объявлений, и, например, вы решили не заходить сегодня целый день, да, решили зайти завтра, а люди, которые вам ответили, они могут обидеться, знаете, потому что, ну, вот представьте, да, как обидно, ты заинтересовался работой, тебе интересно, а человек взял и тебе не ответил, да, вот, ну, как так можно, и тогда этот человек, мы его, считай, потеряли, потому что даже если ты ему ответишь, то, ну, уже, мне кажется, не будет такой прям вот связи, мне больше нравится, вот я время от времени днем я проверяю, в течение дня я проверяю все отклики, вот утром отправила, например, после обеда могу проверить, и сразу уже тогда мы с человеком договариваемся, что с ним будем делать дальше, вот, объявление корректируем под себя, шаглоны могут не сработать, вот то, о чем я говорила, да, вот в самом начале, то, что действительно объявление нужно вот подстраивать под себя, в начале, да, вы можете отправлять, конечно, шаблоны, но потом вы сами поймете, вот, что они не всегда срабатывают, эти шаблоны, и что каждому человеку нужен все-таки свой подход, вот, и если не идут отклики, друзья, обратите внимание, если не идут отклики, вы меняйте объявление, если вы заметили, что вот такую вот тенденцию проследите, что вы, когда отправляете со страничек, да, вот с одной страницы отправляете такое объявление, да, если с этой страницы нет откликов, значит, дело в объявлении, все дело в объявлении, поэтому его нужно менять, значит, оно людей не заинтересовало, значит, оно уже, оно на вас не работает. Вот. Так, далее. Какие же все-таки, давайте перейдем к той фазе, когда вам человек уже ответил, да. Вот вы раскидали объявление, и человек заинтересовался, он вам пишет. Например, что, в общем, нужно делать. И вот я кидаю вот вам примерно объявление, что нужно делать. Тоже вот нужно заниматься организацией работы интернет-магазина, вести информационно-рекламную деятельность. Но это, знаете, вот тоже, можно так сказать, по шаблонным такой вот момент. Я тоже над этим работаю, чтобы людям уже немножко по-другому отвечать, да, потому что это уже немножко приелось. Вот. Есть, кстати, вот сейчас я перешла вот буквально вот неделю, я делаю так, я с людьми договариваюсь созвониться. То есть я не пишу им сразу, в чем суть нашего проекта. Потому что, ну, есть люди, которым, например, ну, то, как я им отвечу, да, их не заинтересовало. Они, может быть, поняли как-то по-другому. А когда я пишу, что еще вот мы сотрудничаем с крупнейшей компанией Арифлейм, тогда все, начинаются возражения. То есть люди, ага, это же Арифлейм, это же надо бегать с каталогами. И тут сразу начинается работа с возражениями. Я решила для себя то, что мне проще человеку позвонить, позвонить, и рассказать ему так, как вот есть на самом деле, как я это вижу, что меня заинтересовало. Я вот вам как раз позже в дальнейшем презентации покажу, как примерно вот, что я говорю человеку. Но вот сейчас вот я вам что хочу сказать, то, что я договариваюсь с ним созвониться. Да, первый раз тяжело. Мне было тяжело первый раз поговорить с человеком. Ну, я тараторила, я очень быстро говорила, да. И вот моя соседка, которая вот сидела и смотрела на меня, она говорит, ну ты прям ему да-да-да-да-да-да-да, как прям пулеметом все ему рассказала, выдала. Да, но этот человек в итоге согласился зарегистрироваться, как ни странно. Да, такой у меня хороший первый опыт был. Но потом со временем, знаете, вот стало проще. Вот разговариваю с человеком, и я уже по голосу понимаю его настроение, да. Понимаю, например, вот после нескольких сказанных моих фраз, понимаю, заинтересовался он или нет. И уже делаю для себя выводы, стоит ли мне такое говорить ему или нет. Как мне так вот сделать, чтобы он заинтересовался. Понимаете, вот главное человека заинтересовать. Ведь наш проект, он действительно, можно так сказать, идеальный, да, идеальная система. Просто вот не все люди об этом знают, и нам нужно так донести, чтобы человек заинтересовался, потому что это его шанс. Вот, в общем, вызываю человека. Здесь вот с правой стороны показано, как я прошу у человека номер телефона. Вот он, что за работа. Я говорю, здравствуйте, Владимир, вы в поиске основной работы или подработки? Он говорит, основной. Я говорю, я спрашиваю, как можно с ним связаться, по телефону или по скайпу? Ему удобнее по телефону. Вот, я спросила, вам удобно будет сейчас поговорить? Он пишет, да, конечно, все, присылайте ваш номер, мы с ним созвонились, он все понял. Я сразу в конце говорю ему, спрашиваю, задаю вопрос, вам интересно мое предложение? Вас заинтересовало? Он говорит, что да, заинтересовало. Я говорю, давайте тогда я вам со своей основной страницы скину ссылку на регистрационную форму. Вот, вы подумаете, если примете положительное решение, вы ее заполняете, и я вам оформляю личный кабинет. Все, на этом все, человек зарегистрировался. И понимаете, вот живое общение, когда вот вы сами, вот ваш тембр голоса, да, даже вот, мне кажется, лучше даже по скайпу разговаривать с человеком. Это не всегда удобно, да, у всех там дела, работа, целый день, вот, белка в колесе, ясное дело. Вот, но по телефону практически у всех получается поговорить. И, кстати, друзья, я еще вот, ну, тариф, я не знаю, просто как, скажу сразу, да, сделайте, если вы собираетесь по телефону разговаривать с человеком, ввести себе тариф, чтобы вы могли звонить по России. Потому что, так как работа в интернете, люди с разных концов России подключаются, и поэтому, чтобы вам не тратить деньги, поэтому лучше сразу выбрать тариф. Я звонила своему оператору, договаривалась с ней, выбрала тариф, и все, меня все устроило. И теперь у меня нет проблем, я не парюсь, сколько мне нужно заплатить за звонок. Вот. Вот. Далее. Вот как раз то письмо, про которое я говорила. Не письмо, а точнее, вот, ну, как, шаблон или подсказка, как я вот вначале. Вот вначале, конечно, вот научиться, да, не сразу у всех получается сразу говорить, вот, хорошо, по телефону, как там, да, вот, там. Сразу, я сама прекрасно это понимаю, я не великий оратор, вот, запинаться, когда говорю, вот, особенно когда с незнакомым человеком, так это же вообще, да, ну, вот, ты человека первый раз слышишь, видишь, и вот, надо с ним поговорить. Вот. И поэтому для начала создайте вот такой шаблон, знаете, чтобы вам было очень удобно. Шаблон такой вот, вот, вы, например, можете его распечатать или в электронном виде открыть, когда вы там будете разговаривать с человеком. Вы перед тем, как с ним разговаривать, вы просмотрите его, изучите, да, что вы будете задавать, вот, и мой совет, создайте его под себя. То есть, ну, вот, я взяла и создала его вот под себя, как я разговариваю, как мне будет удобно говорить с человеком, да, на каких этапах, что мне ему сказать, что, как сделать, вот. И в конце вот обязательно вот я говорю то, что, спрашиваю, вас заинтересовало данное предложение? Если человек говорит да, я говорю, давайте я вам скину со своей основной страницы, со своей основной страницы ссылку на регистрационную форму, если человек согласен, он может ее заполнить, может также вот мне позвонить, вот мой номер телефона, вот. Вот, в общем, все условия человеку предлагаю, чтобы ему было как можно удобнее со мной общаться, я ни к чему его не принуждаю, да, вот, то есть, если он примет положительное решение, он согласится и все, и зарегистрируется, а дальше уже мы с ним будем работать, сотрудничать вместе. Вот. Друзья, пока все понятно, дайте, пожалуйста, обратную связь. Спасибо, пожалуйста, за обратную связь. Угу. Вот, я рада, что пока смогла все понятно объяснить. Вот. То есть, я в этом письме человеку сразу говорю, что нам требуется именно менеджер, да, который будет развивать свой интернет-магазин, рассказываю о преимуществах нашего проекта. Вот, человек, вот, в трубку, вот, я даже слышу, да, например, он может, угу, 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 я чувствую, что вот он заинтересован. А есть люди, которые вот в трубку молчат, я вот не могу понять, как вот он заинтересован или нет, что, и поэтому я время от времени, вот, вы можете потом на видеозаписи изучить, я вот ему, например, задаю вопрос, говорю, что обучение, например, да, Сергей, угу, хорошо. Вы, например, знаете, вот в процессе, не просто вот человеку, да, вот даете информацию, там, очень приятно, нам требуются менеджеры, тра-та-та-та-та-та-та, да, вот что вот, какие преимущества, потому что человек может слушать, да, чего-то не понять, отвлекся там и упустил какой-то важный момент, да, вы в течение всего разговора с ним пытаетесь задавать ему вопросы. То есть, например, вот я говорю, да, то, что у нас компания открывает сеть интернет-магазинов, да, вот сейчас как бы 21 век, на дворе все дела, вот, а вы что-нибудь слышали про интернет-магазины, может быть, работали в такой сфере, или себе что-то заказывали, человек сразу отвлекся и начинает мне отвечать, да, либо было дело, работал там, или нет, не связывался, может быть, просто себе заказывал. Я тогда ему говорю, ну, в общем, представление иметь, да, что это такое. Он говорит, да, да, то есть у нас с ним связь налажена. Вот, далее опять начинаем рассказывать о наших преимуществах, что мы делаем, вот, все дела. Потом говорю, что у нас обучение проходит бесплатно, да, в вебинарных комнатах. Спрашиваю, вы что-нибудь слышали в вебинарных комнатах, знакомы с этим? Он пишет, нет, например, не слышал. Я говорю, ну, знаете, у нас есть в команде такие общие чаты, мы туда скидываем ссылку с YouTube, ссылку на эту вебинарную комнату. И вы туда заходите по своим именем и фамилии, и там человек рассказывает вам, делает презентацию, что, как, вообще, о возможностях нашего проекта. И даже могу ему, знаете, сказать, что у нас вечером будет вебинар, я вас приглашаю, вы можете посмотреть, вот, чтобы для себя решить, например, как вы хотите дальше поступить. Вот, то есть у нас с человеком вот связь такая вот, все. И вот дальше начинаю рассказывать, и в конце вот говорю, что отправлю вам форму. Человек довольный, говорит, да, отправляете. Спрашиваю обязательно, можно ли к вам добавиться в друзья со своей основной страницы. Он, как обычно бывает, человек говорит, да. Вот, я все, добавляюсь и прощаюсь с ним. Ладно, тогда хорошего вам дня, до свидания, я вам все сброшу. Все, на этом наш разговор заканчивается. Вот, все довольны. Лично я, вот, после такого общения я очень довольна. Потому что, во-первых, я узнала, что человек чувствовал в тот момент, да, когда я с ним разговаривала. То есть я его заинтересовала, либо я немножко его заинтересовала. И у меня уже есть, ну, примерно какое-то вот, какое-то представление. Может он, например, сделать эту регистрацию или не может. Вот так вот. Я пока решила для себя то, что я вот буду с людьми созваниваться. Вот. Так, друзья, давайте подведем вот статистику, да. Я вот сейчас создала 10 страниц, но я делала презентацию на основе 5 страниц, так как с 10 я еще полностью не работаю. Вот они у меня сейчас как раз только вот в этом процессе. То есть я их еще готовлю к тому, чтобы они были вот такими вот основными рабочими. Потому что один день нельзя с ними все делать, забанят, заморозят и все. И все коту под хвост. Смотрите, у меня есть 5 страничек. Я скидываю каждый день 500 объявлений с этих 5 страничек. В среднем бывает 10-15 откликов. И только 1 и 2 регистрации. Друзья, ну, день-день, 1-2 регистрации, я считаю, с 5 страниц. Я считаю, это более чем достаточно. Ну, честное слово. Да, это более чем достаточно. И это вот действительно, знаете, работает. То есть я помню, раньше в самом начале я очень парилась, переживала по тому поводу, что вот человек, например, мне отказал, обещал зарегистрироваться, но не зарегистрировался, забыл. Пыталась как-то вот, ну, пыталась как-то, спасибо большое, пыталась как-то вот с ним опять завязать разговор. Да, я думала, ну вот, ну, неужели вот он не понимает, да, что это проект, что это его возможность. То есть, а потом, знаете, решила просто не париться. Вот просто холодный расчет. Я рекрутирую, рекрутирую. Нравится работа, вот, пожалуйста, добро пожаловать. Но если, знаете, есть один момент. Если человек вам возражает, да, вот вы, например, пишете, точнее, он откликнулся на ваше объявление, да, вы ему пишете, и он сразу начинает возражать, например, вот вы написали, что это Арифлэм Косметикс, да, и он сразу начинает забывать про ваш проект. Все, вот проект для него вот просто исчерпан. Если он слышит Арифлэм, и для него это какая-то такая больная тема, или, например, еще родственники, знакомые, да, которые говорят, вот, это же с каталогами надо бегать, это же все пирамида и все дела. Друзья, это возражение. Знаете, но нельзя человека игнорить на возражениях. Вот нужно ему на это возражение ответить, не переубедить, но ответить так, чтобы он задумался, да, что вот, например, не только его мнение, да, и мнение, например, его подруги или ее подруги, у которой не получилось, оно правильное. Вы должны ответить на это возражение. У нас есть специальная методика обучения, то есть у нас есть книга, пособие Александра Бухтиярова, вот, «Мастер работы с возражениями». Друзья, обязательно ознакомьтесь с ним. Там есть ответы на все возражения по нашему проекту. Вот, я сделала тоже такой шаблон, то есть, ну, я не прям по шаблону, да, беру, скопировала, вставила и отправила человеку. Нет, я все-таки, когда с человеком пообщаюсь, я понимаю, да, ну, что мне можно написать ему, а что, ну, как, ну, вы сами поймете, да, как вот с человеком общаться. И вы ему сразу вот отвечаете на это возражение. Понимаете, если у человека есть возражение, значит, ему что-то нравится в этом проекте, но он просто не до конца понимает, и он хочет понять, и вы должны ему помочь понять, помочь ему понять вот эту вот, вот эту суть. И тогда этот человек, если у него, если он все поймет, все правильно сделает, он будет нашим партнером. Вот, это вот, поверьте мне. Вот, и что еще нужно, друзья, знать? Нужно работать каждый день, чтобы были регистрации. Да, нельзя так, что вот вы сегодня поработали, а завтра решили отдохнуть, все. И тем более, знаете, это не так сложно раскидать в посты объявлений. Например, вот мне проще работать по телефону, так как я студентка, у меня пары утром. Я, получается, когда иду на пары, я сижу, например, на лекции, да, ну, понимаю, что, например, не всегда, все понимают, да, например, что такое лекция, да, сидеть нудно, не особо интересно, ну, я не на всех лекциях так делаю, честно. Вот, и я, например, утром 8 часов сижу на лекции, я отправляю объявление. И вот за то время, пока я сижу, я успеваю с телефона, мне очень удобно с телефона, с компьютера, мне не очень удобно отправлять объявление, я привыкла с телефона. Вот, и с телефона я успеваю за полтора часа отправить все 500 объявлений, честно, успеваю, и потом, когда уже у меня проходят пары, после обеда я прихожу домой, я проверяю, кто мне ответил, все отклики уже на компьютере проверяю, и тогда уже договариваюсь с людьми, созвониться, либо уже, если понимаю, что не успеваю, то отвечаю им в письменном виде, вот, в общем, вот такая вот ситуация, скажите, пожалуйста, у вас есть ко мне вопросы? Задубайте, на все отвечу. Правильно, правильно, бежим рекрутировать, верно, как раз сейчас, вот вечер, А, друзья, еще что хотела сказать, то, что вот рекрутировать, в какие моменты нужно, вот смотрите, у меня, например, я подвела такую статистику, то, что, когда вот люди больше всего откликаются, во-первых, люди, вот лично у меня, они всегда откликаются, либо вот с 8 до 9 утра, да, и это утром, а вечером примерно, ну, с 7 часов вечера и до бесконечности, мне кажется, до часов до 11, до 12, вот так вот, когда я начинаю кидать объявления, когда я начинаю кидать объявления, например, в 10 часов утра, да, или в 12 дня, вот у меня тишина, я могу, знаете, у меня даже бывали такие случаи, я могу кинуть 500 объявлений, но откликов ноль, в течение всего дня ноль, понимаете, и вот такое чувство возникает, что вот, ну, все напрасно, все напрасно, на самом деле нет, просто вот люди в основном заходят в интернет именно утром, просматривают эти объявления, да, и вечером, в основном, когда уже приходят с работы или едут с работы, там, в маршрутке, в машине, они вот просматривают эти объявления, и вы стараетесь кидать именно в это время, вот у меня, например, хорошо сейчас идут вечером регистрации, вот утром вроде бы как отклики есть, но вот именно вечером, вот с 6-7 часов вечера они прямо стабильно, хорошо идут отклики, вот, так что, друзья, вот, не знаю, вот это лично моя статистика, лично я вот это вот заметила. Так, вопросов, я так понимаю, нет. Так, друзья, смотрите, вы, чтобы не забывали, у нас вообще каждую неделю, с понедельника по пятницу проходят вебинарные вот эти вот обучения, так что вы обязательно приходите, не пропускайте, это очень важный момент, потому что вот только благодаря таким вот обучениям вы сможете быстрее понять, понимаете, быстрее войти в этот, вбиться в эту струю, вбиться, чтобы вот понять, как это все работает. Я прекрасно понимаю, вначале я тоже, когда изучала все видео, я думала, это вот, ну, с ума сойти можно, да, вот столько всего люди, столько всего знают, и как это все успеть, как это все сделать, эту программу там, зарегистрироваться там, сделать то-то. Для меня это тоже, я такой человек, я люблю покой, спокойствие, а тут столько всего, такой темп, нужно работать очень быстро. Но, знаете, постепенно это все, ты вливаешься в эту ситуацию, и у вас все получится, я уверена. Просто нужно постараться, действительно. Есть какие-то такие переломные моменты, когда кажется, что невозможно, не получается, наверное, не мое. Вот, друзья, знаете, если так кажется, значит, это ваше, и вы должны попробовать это, честно, ради себя. Вот, прежде всего, вы подумайте, чего вы хотите добиться, чего вы хотите сделать. Лично меня всегда вот двигает одна цель, я просто хочу доказать себе, своим родителям, что я чего-то могу, да, что я могу чего-то достичь, например, даже тем людям, которым я предлагала вступить в этот проект по теплому рынку, да, которые мне отказали, которые говорили, вот, Ира, ну, ну, ты же только сама туда пришла, да, ну, наверное, тебе там не понравится, сама уйдешь, и все, да. А мне хочется, вот, понимаете, такой человек, мне хочется доказать им обратное, что я могу, что я могу, и, значит, вы сможете. Вот, у меня лично такой принцип, да, вот, мне, мне, мне как-то, лично мне это помогает. Не знаю, вот, нужно просто придумать себе такой вот стимул, такое стремление, вот, вот, то, ради чего вам бы хотелось этого сделать, да, вот, есть, конечно, такая вот не шутка, но, как бы, притча, да, вот, человек, да, который хочет в туалет, да, элементарно, да, вот, у него же никаких препятствий на пути нет, вот, он, если хочет туда, вот, он туда бежит, и вот, он все на своем пути, вот, просто сметет, сшибет, и ничего не останется, вот, ему, у него одна цель, и вот, у вас тоже должна быть такая цель в жизни, чтобы вы действительно хотели этого достичь, вот, хотели по-настоящему, выберите себе такие цели, и тогда у вас все получится, выберите цель, и возможности у вас появятся, я в этом уверена. А у меня к вам задание, если вас заинтересовал опытный рынок, и вы заинтересовались рекрутированием ВКонтакте, у меня для вас задание, вы, например, вот сейчас, вот, выходные, да, как раз сегодня пятница, попробуйте создать несколько страничек, вот, то есть, я ссылки все сброшу в общий чат, да, то есть, в онлайн сим, как зайти, чтобы вы посмотрели видео, как там можно зарегистрироваться, как можно, например, купить этот номер, вот, скину также ссылку, как можно, вот, ВК, ну, ВКонтакте, да, чтобы эта программа, как зарегистрироваться, чтобы было несколько страниц, и вы пробуйте самостоятельно эти страницы, ну, развивать, вот, как я вам сегодня на видео рассказывала, как я это делаю, если вас это заинтересовало. У каждого по-разному, кто-то ВКонтакте, да, кто-то в Инстаграме, кто-то в Фейсбуке, в Одноклассниках, по-разному, но вот, если именно ВКонтакте вас заинтересовало, у меня именно такое вот задание, чтобы вы попробовали развить, и тогда уже поделились своим опытом, как у вас получается. И если у вас что-то не получается, если есть какие-то вопросы, вы обязательно пишите, задавайте их, мы вам все поможем, мы команда, вот, так что вы не стесняйтесь, пишите. Так. Ну, а я вас приглашаю в понедельник, у нас также будут проводиться обучающие вебинары, зовем всем своих знакомых на успешный старт, чтобы они вначале, даже если не зарегистрировались, хотя бы посмотрели, что это такое. Вот, и я вам желаю отличного рекрутирования, надеюсь, вебинар, который сегодня я провела, когда он был полезен, что вы что-то, может быть, для себя новое открыли, может быть, зарядились каким-то позитивом. Не знаю, я вам желаю, чтобы вы, чтобы у вас все получилось, чтобы вы вот влились в эту струю, чтобы вы нашли именно свой способ рекрутирования, и тогда у вас все получится, друзья. И я искренне буду рада, когда у вас все получится, честно. Я вам желаю успехов, счастья, отличного старта. У нас все получится, мы команда. Спасибо вам за внимание, на этом вебинар наш подходит к концу. Было безумно приятно с вами пообщаться. Так что пишите, когда возникнут вопросы, спишемся. Так что всего вам хорошего. До свидания. Пока-пока.